Добрый день, дорогие друзья! Я получаю сейчас очень много запросов на тему, почему же психика людей не выдерживает во время войны, почему не выдерживает психика военных, почему присутствуют в армии такие сейчас явления, как, например, жестокость, агрессия по отношению к своим же, почему люди испытывают какие-то очень сильные стрессовые реакции, почему присутствует, например, расстрел своих же солдат или какие-то неадекватные реакции на действия противника, когда люди, например, пытаются сдаться в плен и кто-то начинает стрелять. То есть давайте сегодня обсудим, насколько это предопределено, были ли эти люди действительно психически больными, то есть были ли у них какие-то предшествующие состояния или все-таки это спонтанные реакции. Конечно, я не берусь судить о каждом конкретном человеке и каждом конкретном случае, потому что я как раз тот врач, тот человек, который всегда говорит, друзья, мы не можем судить всех под одну гребенку, мы не можем ставить всем диагнозы одинаковые, мы не можем вообще судить в целом о какой-то группе людей, потому что каждый человек индивидуален. Но мне сегодня хотелось бы просто рассмотреть те факторы, которые предрасполагают к тому, что психика военных не выдерживает. Первый фактор и первый ответ на вопрос о том, было ли это предопределено, это как раз размышление, что в нашем обществе примерно 60% людей имеют те или иные психические отклонения. Как же возникла эта цифра? Давайте с вами подумаем о статистике. Дело в том, что присутствует где-то 11 расстройств личности, еще по старой классификации МКБ-10. И из этих расстройств личности, то есть частота каждого расстройства примерно от 1 до 2-3%, то есть примерно 15-20% людей мы имеем с теми или иными расстройствами личности. Это гораздо чаще, чем может показаться. 1% людей страдает шизофренией. Не всегда она вовремя распознается, и есть, конечно, вероятность, что такие люди тоже попадают под призыв и попадают в армию. Депрессии по разным оценкам составляют от 5 до 20% в обществе, тоже зависит, конечно, от страны, от чистоты исследования, от каких-то социальных факторов. Но давайте возьмем усредненно хотя бы 10%. Тревожные расстройства, это от 15 до 40%. Давайте опять же возьмем усредненные хотя бы 20%. И алкогольная зависимость, это примерно от 1, опять же, до 40% по разным источникам. Я предполагаю, конечно, что на территории бывшего советского пространства, конечно, эта цифра не маленькая. Давайте возьмем усредненно, опять же, 20%. И, конечно же, другие виды зависимости, которые, к сожалению, не всегда отражаются в статистике. В первую очередь, конечно, это марихуана и мефедрон, то есть это те, конечно, вещества, которые сейчас очень, к сожалению, распространены. И есть ли вероятность, что у тех, у кого не выдерживает психика в армии, на фронте, есть какие-то из этих расстройств? Конечно, есть вероятность очень-очень высока, что человек попадает в одну из этих категорий. Следующий фактор, конечно же, это стресс. То есть война сама по себе, конечно, большой стресс. То есть, по сути, это реакции психики людей на ненормальные обстоятельства. Реакции могут быть совершенно разными. То есть кто-то, например, в чрезвычайной ситуации бросается в слезы, у кого-то появляется очень сильная агрессия, у кого-то появляется страх, кто-то вообще бежит, кто-то не понимает, кто-то в состоянии сильного аффекта. И мы понимаем, что люди выдернуты из своей обычной, нормальной жизни. Люди не могут вести свою привычную жизнь, люди попадают в экстремальные условия. То есть, по сути, здесь возможны совершенно любые реакции. И все бы ничего, то есть какие-то реакции, конечно, сам человек переживает, то есть он переживает это как-то в себе, и этим все и заканчивается. Но есть и такие реакции, которые, есть такой даже термин, контаминируют окружающих. То есть они как бы загрязняют окружающих и передаются окружающим. Например, такие реакции, как истерика, как нервная дрожь. То есть это, конечно, все может передаваться по цепочке и охватывать целые коллективы людей. Следующий важный фактор, это то, что не все понимают смыслы. Вот для того, чтобы все-таки иметь приподнятый боевой дух, для того, чтобы идти и сражаться, иметь смелость сражаться, конечно, нужно понимать для чего и зачем. Потому что одно дело, когда люди защищают свою родину, свою землю, и другое дело, когда людей посылают на территорию чужого государства, непонятно за какими целями. И если мы вспомним, например, Афганскую войну, были ли мотивированы советские солдаты? Не особо. То есть это просто был приказ сверху, и люди никак не могли этого избежать. Если мы вспомним Чеченскую кампанию, были ли люди мотивированы? Тоже не особо. То есть большой мотивации не было. Люди не защищали, например, свою землю, свою территорию, как это было во Вторую мировую войну. Кроме того, если мы вспомним Первую мировую войну, как раз там тоже вначале была какая-то мотивация за царя, за батюшку, за отечество, потому что сказали, что где-то там страдают братья-славяне, и русский народ поднялся и пошел за братьев-славян воевать. Но потом уже к концу войны мы видели, что простые солдаты, простые крестьяне, которые там воевали, простые рабочие, они начали понимать, что это чужая война, что это не их война, что их послали на совсем чужие территории. То есть, по сути, в Первую мировую войну особо и не было никаких повреждений на территории самой Российской империи, воевалась где-то там. Единственная, конечно, была как-то оккупирована и затронута Польша, которая на тот момент состояла тоже в составе Российской империи, но опять же, это тоже немножко другое государство сейчас, естественно, это другое государство. И на тот момент мы знаем, чем закончилась такая военная кампания, когда людей послали воевать непонятно зачем, и потом эти люди через три года разочарованные, растерзанные, униженные, обнищавшие с ранениями пришли обратно в свою страну, и это закончилось большой революцией и большой трагедией. Своя страна в голоде, в разрухе, своя страна нуждается в защите, а мужчины воюют где-то там, на чужой территории. Конечно же, это очень неблагоприятная ситуация. Следующий фактор, который может вести к проявлению такой нечеловеческой жестокости, это безысходность. То есть люди, которых посылают на войну, во многом понимают, что скорее всего они не вернутся, то есть шанс выжить очень мал. И, наверное, такого не было никогда. То есть до этого все-таки у людей в войнах было какое-то оснащение, были какие-то гарантии. Сейчас, к сожалению, такого нет. И вот шанс выжить, он действительно невелик. И в таком случае, естественно, просыпаются самые темные инстинкты. То есть человеку как бы хочется прожить эту жизнь, вот все, что он упустил, все, что он не успел за вот эти вот какие-то дни или недели. То есть люди полностью теряют контроль. И последний фактор, это отсутствие какой-либо подготовки. То есть мы здесь говорим и о военной подготовке, и я, как врач-психиатр, конечно, говорю и о подготовке психологической. Это очень важная составляющая. И никто, естественно, об этом не думает. Самые первые подразделения психологической помощи появились в США уже во время Первой мировой войны. Это так называемое подразделение по лечению стрессов. И вообще на протяжении всех этих лет в США велись активные исследования по изучению поведения человека в условиях войны, в условиях стресса. Исследуются, например, такие показатели, как, естественно, проявление посттравматического расстройства, повышенная частота суицидов, агрессия, дезертирство. И, конечно же, все эти проблемы в армии, они совершенно не новые. Они были всегда, но они проявляются очень массово и сейчас. Потому что сейчас война приняла уже какой-то, наверное, необратимый, очень жестокий, очень агрессивный оттенок, бесчеловечности. И так как нет никакой правовой защиты во многих ситуациях, нет правовых норм, не соблюдаются какие-то правила, то людям приходится за это платить своими жизнями. И, к сожалению, у меня сегодня получилось очень невеселое видео. Я все-таки очень надеюсь, что человечество когда-то сделает выводы из этих бесполезных кровожадных войн, что когда-то будут проанализированы все факты, все события, виновные будут наказаны. И мне очень интересно ваше мнение. Пишите, пожалуйста, в комментариях под видео. Конечно же, я призываю не устраивать какие-то оскорбления, скандалы, какие-то, может быть, ссоры под моим видео. Но просто интересно ваше мнение именно о психологическом аспекте войны, о том, как страдают люди, о посттравме, может быть, какие-то примеры. И я желаю вам, несмотря ни на что, психического здоровья.